Современные технологии создают огромные возможности. Эти возможности позволяют нам расширить нашу коммуникацию. Но иногда этими возможностями пользуются злоумышленники. Привет. Есть время поболтать? Да, а ты кто такой? Я друг. Есть рисковое дело, но принесет кучу денег. А почему бы и нет? И у такого, казалось бы, без обидного диалога могут быть последствия. Ведь незнакомец может оказаться террористом. Манипулируя вами или вашими близкими, он может попытаться склонить к опасным и противозаконным действиям. Поджогом. Диверсия. Актом терроризма. Злоумышленники могут использовать различные приемы, чтобы манипулировать вами. Оказывать эмоциональное и психологическое давление. Обещать, что ваши действия помогут установить справедливость и обрести свободу. Использовать ваши эмоции и чувства. Например, желание отомстить кому-то или наказать виновников несправедливости. Предлагать поучаствовать в незаконных действиях в качестве шутки. Если вам предлагают деньги или иное вознаграждение за участие в сомнительном проекте, предполагающем нанесение вреда или урона кому-либо, это явный признак злоумышленников. Немедленно прекратите общение и сообщите об этом правоохранительным органам. Запомните и расскажите близким, что за совершение подобных деяний предусмотрена строгая уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. Будьте бдительны, не доверяйте незнакомым людям, не поддавайтесь манипуляциям и давлением. Информируйте правоохранительные органы о подозрительных сообщениях и действиях. Вы можете предотвратить теракты и диверсии. Защитите свою страну и своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok